звук-то врубил, да врубил я, да не врубил, да врубил я, раз-раз. Дорогие радиослушатели, с вами опять команда из Норца двое. Так, и чё? У нас небольшой краткий обзор новостей и то, что будет в ближайшем вечернем выпуске новостей на ЭТВ. А, ничего, что-то в тень на улице. Так, с чего? Давайте по порядку. Вчера был концерт в музыкальной школе. Ну что ты делаешь? Чё у тебя? Слушай, пахнет пахнет? Вообще классно пахнет. Ничего себе, слушай, дыхание, помнишь, этого, Индии? Классно, классно. Ты решил побороться с дыханием? Я пришел, да, тараканом. Ладно, давай, больше конкретики. В общем, вчера в Балтике состоялся музыкальный концерт. Юных музыкантов. Восходящей звезды. Яромира Климчука. Как он играл? Как он играл? Он попадал по клавишам. Периодически. Периодически. А на чём играл? Аккордион, вроде называется. Аккордион или Баян? Нет, ну папа играл на Гармошку, да? Нет, это Кокордион. У ребёнка аккордион, но папа Баян. Так, Михалыч, чё у нас вообще за... Чему посвящено анонс? Чё, 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 чё? 11 марта пройдёт мастер-класс «Как заработать деньги ВКонтакте». Мастер-класс буду проводить я. Ты уже заработал? Да. Зачем тебе тогда мероприятия проводить, если ты уже заработал? Это уже ехать, ну, на Болинь куда-нибудь? Я хочу повысить, скажем так, информационную образованность у нашего населения. Это позволит мне в дальнейшем зарабатывать немножко другие деньги. Опять другие, ещё другие деньги? Ну, конечно. А как без этого, что ли? Понимаешь, я всё-таки бизнесмен, и я умею масштабировать бизнес. Ну, ты уже видный политик, глядя на тебя, вот, в этой политике подальше. Да, подальше, да. Где ты, где политик? У нас просто сегодня в гостях был представитель ЛДПР. Мы очень интересно пообщались. И, понимаешь, вот приятный, когда к нам приходится подарок. Вообще классно. Вот подарки. Вот я сейчас, в принципе, зачем нам эти сорочки дорогие, да? Будем как бутиков, да. Будем выступать, вот, в чём это? Уважаемые партии, представители партии, если вы хотите, чтобы вот эти парни выглядели классно, футболка, рубашка, с вашей... Я не дуракант. Я не дуракант. Я не дуракант. Я не дуракант. Невкусно пахнет. Да, ничего, кстати, это не акс, акс хуже пахнет. Нет, прикольно пахнет. Прикольно пахнет. Так вот, мы принимаем подарки, скоро выборы, мы хотим построить подсобничку себе. Так, ой. И чтобы, знаете, вот этот особняк стоял не на расстоянии... Не пол, не на расстоянии 80 километров. А на расстоянии 40 километров, а лучше, чтобы был съезд скат. Вот, скат. Мкат. Нет, весь скат. Чтобы и так, и так было. Так, и там, и там пособничку. Ну, это ладно. Слушай, Михалыч. Скажи, пожалуйста, вот если я пойду на твой семинар, да, по продвижению бизнеса, если я скоплю деньги, да, я понимаю, что он не бесплатный, да, не бесплатный. Вот, ну, скажи, пожалуйста, что я получу-то на выходе? Хорошо. Что ты можешь получить на выходе? Ну, во-первых, ты узнаешь, как правильно оформить группу для того, чтобы она, скажем так, находилась через обычный поиск ВКонтакте для начала. Во-вторых, ты была, да? В топе, конечно. То есть, во-вторых, я тебя научу, как правильно и на что обращать внимание для того, чтобы вытащить твою группу вверх. То есть, не обязательно иметь большое количество подписчиков. При грамотных настройках, опять же, ведение группы, можно быть интересно популярным и с меньшим количеством времени. Михаил, подожди. Вот давай так. Подожди, подожди, подожди. Если я вот на твой мастер-класс приду, потрачу 5000 рублей, то я уже смогу зарабатывать? Через сколько я смогу зарабатывать? Слушай, зарабатывать сможешь ты не сразу. А через неделю, да? Нет. Ну, опять же, если у тебя ничего нету, и ты меня послушал, посмотрел, наверное, где-то месяц через три ты сможешь зарабатывать. Ну, это уже поток клиентов. Это поток клиентов. Да, если с нуля мы говорим, если у тебя есть аудитория хотя бы там полторы-две тысячи человек, то реально можно увеличить вот эту аудиторию, скажем так, опять же, за те же три месяца, опять же, я хочу за те же три месяца плюс 500-600 человек, это стабильно, это реально. И если ты будешь выполнять те требования, которые необходимо делать для увеличения охвата, опять же, удержания целевой аудитории, то у тебя увеличатся и продажи. Ну, тут все получается, может, вложение в семинар, это да, купить один клиент, по сути. Может. Может и не раз. Не раз. Не раз. Если он будет стать лояльным. С аудиторией надо работать, поэтому, как работать? Вот вчера, кстати, был случай у Кристины Лигулина, которая у нас вот была, такая очаровательная, прекрасная Кристина, хлорист. Да, она, кстати, будет проводить в ближайшее время мастер-класс по хлористике. И вот у нее вчера произошел случай. У меня есть определенные программы, и я модерирую, скажем так, группу Кристины. И вот вчера был такой очень интересный случай. Я захожу, смотрю, кто-то прокомментировал пост, который уже был, я не знаю, в каком-то там дне февраля. Прокомментировала женщина и спрашивает, а можно мне заказать такой вот букетик на 8 марта? И вот я смотрю, уже тут же кто-то откомментировал, какая-то девушка, давайте я вам напишу в личку, да, мы можем принять ваш заказ. Я пишу Кристине, говорю, Кристина, Кристина просто была... То есть, конкуренты обработали заказ быстрее, чем Кристина. Быстрее, чем Кристина. Даже это были не конкуренты, это были мошенники. Мошенники. Да, пока Кристина ехала в Санкт-Петербург, я ей звонился и говорю, так и так, там у тебя какие-то конкуренты ползают. И она все это дело увидела. И тут же в ближайшее время звонила женщина, которая пострадала от результатов мошеннических действий от другой женщины. Михаил, ты прямо мне сейчас глаза открыл. Это я же могу. Слышишь, я же могу зарабатывать на этом. Конечно. Кому-то в комментариях выискивать клиентов и мошенническими действиями зарабатывать кучу денег. Ну, не совсем это. Это нехорошо, но это нехорошо, что это получится. Опять же, все ведет к чему? К какому-то, ну, не умозаключению, а вообще заключению чего-то либо. Поэтому зарабатывать можно немножко по-другому. Легально? Легально. Ребят. Понимаете, вы придумайте что-то интересное, какое-нибудь уникальное товарное приложение. Сформулируйте его и дайте людям посмотреть на него. Ну, конечно, то есть надо оформить группу для начала и вести этот… Вообще надо дать группу на самом деле на анализ специалистам. Это первое. А второе, нужно немножко потратить сил своих, включить голову свою, потому что бизнесмены почему-то они ленятся все. Ленятся не в плане того, что они слишком занятые. Они слишком занятые, чтобы потратить месяц времени по сути, на то, чтобы у них поток клиентов из оффлайна пошел, ну, с онлайн, да, то есть с интернета. У многих бизнесов, ребята, у вас настолько плохие уродские инструменты, я просто сейчас реально ругаюсь. Плохие сайты, которые не видно, плохие группы, которые не видно. И из этого и результата-то нет. У вас бизнесы горят из-за того, что вы просто не можете привести один раз и жалеете какие-то деньги смешные. Смешные деньги. У вас у всех шестые, седьмые айфоны, и при этом вы не можете потратить 10, 15, 20, 30, 40, 50 тысяч на группу. Один раз? Да, даже не на группу, а вообще в целом. А в чем на бизнес, да, в интернете. Ты знаешь, вот для того, чтобы… Ну, в нашем случае у нас вот есть группа замечательная «Сосновый гор», она уже в топе, вот эти позиции. Если взять конкретно, ну, любую там товар или услугу, если непосредственно заниматься, на самом деле не надо так много писать, вот, в отличие от нашей группы, да, там, столько пабликов. Достаточно делать 1-3 какой-то интересный, ну, 1 или 3 там каких-то интересных постов. Что-то у меня не получилось. Михаус, ты нормально все сказал, все правильно. Получается говорить, что делать? Что делать? Рон Хас, ты просто нанюхался, короче, волшебных ароматов. Давай, чувствую вас. В общем, всем в 11-го числа мы ждем у себя на мастер-классе. Слушай, я вот так немножко испортил конечную речку. Ничего. Ничего. Нормально. Нормально. Но ты вот потому что переволновался, конечно, ты сейчас видный стал. Политик, очень красивый, очень умный там. Слушай, к 11-го числа. В двух часах сидишь? Это, кстати, не часы, это фигурс. Никто не знает, что такое фигурс. Это фигурс. Вообще никто не знает, уже все давно, поэтому у тебя в самом последнем. Кстати, по поводу фитнес-браслета. Есть такая интересная хопман, просто в завершении видео. Ребята, я ему поварю сейчас, вы не... Не буду раскрывать все. Всех секретов. По поводу фитнес-браслета, приходите 11-го числа на мастер-класс. Как вам идти-то в интернете? Как найти в интернете? Пишем, как заработать деньги в ВКонтакте. Где пишем? В поиске. В поиске. В поиске. Как заработать деньги в ВКонтакте. Либо найдете меня, Михаил Комичук, забиваете в поиске, Михаил Комичук, меня увидите. Без префикса ЛДПР пока что, без. Просто Михаил Комичук. Просто Михаил Комичук, да? Видите вот эту вот густоту на лице растительности и смотрите где-нибудь там мероприятие на стене. Всем пока, всем привет, новости на НТВ закончатся. На каком НТВ?